Нужно сначала начать снимать превью, наоборот, смотришь тему говно и не ходишь. Окей. Напоминалка по теме, чуть не сказал, месяца. Ну, назовем это двух недель. Мы с вами проходили Нишилд Хавгард. Я объяснял, почему я люблю именно этот Хавгард. Да, я чувствую себя здесь более безопасно, нежели вот здесь. И именно поэтому вообще всю работу в Хавгарде мы начинали с позиции Нишилд. Итак, Хавгард, полгарда равно полпрохода. Андрей, как бы он, по сути, выключил одну из моих ног, но я все еще нахожусь в гард. Что я здесь делаю? Попадая в эту позицию, я всегда хочу поставить Шилд, да, щит коленом, Нишилд, который ограничивал бы и контролировал дистанцию между мной и Андреем. Но важно, нога должна быть достаточно сильная, пальцы ноги на себя, да, то есть вот такой нерасслабленная сосиска, которую можно сложить, и угол этой ноги. Угол сейчас примерно, ну там, половина 90 градусов. Здесь плохо для меня, хотя, в принципе, я знаю, люди играют, как вы станете, но я чувствую там сидеть дискомфортно. Вторая нога. Колено не должно быть глубоко вот здесь, да, начинаются проблемы. Я хочу, чтобы на колене было либо на уровне его колен, либо чуть снаружи. Далее. Мне нужно сохранять дистанцию и использовать еще две руки, да, в борьбе, в принципе, положено использовать все четыре конечности. Поэтому, что хочет Андрей отсюда? Он хочет взять андерхук и хочет на меня садазазить. Да. Поэтому, своему колену я буду помогать своей рукой. Как правило, это контроль дальнего плеча, и для того, чтобы рука была усилена конструкцией колена, колено было усилено конструкцией руки, да, я строю вот такую рамку. Мой локоть находится под моим коленом. Вот теперь это достаточно такая твердая конструкция, которая не позволяет Андрею меня сломать легко. Да, будет он очень сильным, сломаю, но какое-то время я здесь вытащу. Следующее. Вот эта рука представляет его опасность, пока она, да, может меня схватить. Поэтому моя нижняя рука, в данном случае правая, будет все время сражаться с этой рукой, не давать ему ворху, не давать захваты. А еще лучше я сам контролирую его руку. Идеально, если я держу захват, да, вообще идеально, если я держу захват вот такой вот, как спайдер грипп, и толкаю его рукой. Совсем хорошо, когда моя рука лежит прямо, то есть она не согнута, да, пум, а она также выполняет функцию фрейма, прямо. При этом моя рука не напрягается, да, все держится за счет анатомического каркаса, чисто вот скелетного. Вот, да, я уже могу что-то здесь сделать. Далее. Если я, ну, остановив Андрея в этом гарде, я могу поменять захват. Захват большим пальцем вверх. Локоть, колено, большой палец вверх. Следующее. Как я говорил, одна нога достаточно плотно и в сильной позиции. Это не расслабленная стопа, это напряженная стопа, которая фиксирует Андрея здесь. Причем положение этой ноги может быть достаточно, ну, разное. Это может быть чуть туда, чуть сюда. Возможно, немножко развернув в эту сторону, но здесь мне нужно будет придерживать его трицепс. Потому что если я здесь просто так откроюсь, это будет такая история. Если я буду придерживать его трицепс, все значительно лучше. И нижняя нога, что важно. Нижняя нога не просто так висит, болтается. Нижняя нога опускается пальцем вниз и делает какой-то крючок, цепляя голень Андрея. Вот такая история. В принципе, мы сохраняем конструкцию открытого гарда. Вот открытый гард, колени широко, близко, пальцы на себя. Вот он, не шилд-хавгард, колени широко, я между ними, пальцы на себя. Надо сказать, что хавгард не моя любимая позиция. Это не исключает от того, что у кого-то она может стать любимой. И, возможно, отсюда удобнее будет восстановить какой-нибудь ваш любимый гард. Особенно на реакцию оппонента, если он встает на одну ногу. Мне здесь нет необходимости держать его, вот этот хавгард. Для меня лично. Может быть, какой-то мастер знает секрет, что именно из этого положения можно нахерачить человека. Я такого секрета не знаю. Поэтому, как только у меня появляется здесь дырочка, оставляя все эти захваты, я просто убираю ногу из-под ног Андрея. И здесь я уже нахожусь в каком-то своем любимом гарде, в данном случае я колорал слив, и я люблю еще здесь атаковать. Итак, первую штуку в качестве дрилла, которую мы делали. Я блокировал трицепс верхней руки Андрея. Пытался развернуться под ним обратной креветкой и развернул свою коленку. Моё движение одновременно коленями, тазом и грудью. Я хочу, чтобы колени, таз и грудь поворачивались в одну сторону одновременно. То есть, движение простое. Я разрываюсь, разворачиваюсь, раскрываюсь в эту сторону. Не то, чтобы это отдельно существующее боевое смертоносное движение, но оно есть. То есть, раз, отсюда фантазия, как вы будете завершать, как угодно Андрей что-то делает и выставляется. Да, о! Андрей сам мне разрешил встать на него. Окей, продолжая набор техник, которые мы с вами проходили. Мы смотрели с так называемой Джон Уэйн Слит. Да? Для этого мне нужно два рукава. Я их не сильно не тяну, я их просто контролирую. И теперь я делаю вот такое движение. Ногой пикаю, ставлю ее себе в стопу. Обе стопы разворачиваю в пол. И переваливаюсь на Андрея. Итак, первое. Я не хочу тянуть его за руку. Ну, нет необходимости. Я их просто придерживаю. Просто два захвата. Сив должен быть сюрпризом. И быть ненавязчивым. Если я здесь начинаю Андрея натягивать, скорее всего, он понимает, что какое-то говно. Да. Его пытаются атаковать. Хатерин я здесь просто взял. Вот мы говорим, все говорим, все говорится. Пум. Следующее. Моя нижняя нога держит крючок. Верхняя нога идет стопой в стопу нижней ноги. Чем дает небольшой такой импульс, поднимая колено. То есть опускается стопа, поднимается колено. Я поднимаю таз и свожу колени вместе. Заметьте, я сейчас не тяну руки, Андрей. Я их просто вот так держал. Я поднял таз, колени вместе. Стопы стоят в полу. Голова в полу. Разворачиваюсь на этот бочок. Дальше, как вам больше нравится. Основной циклей – джонуэйн свип, Андрей. Ну, слушай. Да. Мое колено здесь. Мой крючок. Теперь я хочу поставить стопу в пол. Вот такой же. Как не будет работать этот цикл? Этот цикл не будет работать, если я поставлю ногу в пол и буду разворачиваться здесь, просто вращаться вокруг ноги Андрея. Ничего не происходит, видите? Даже если я ему здесь вот цепил этот крючок, ничего не происходит. Важно, что мои колени, мои бедра зажимают Андрея как будто в тиски. Очень плотно. И теперь я полностью весь перекладываю себя на бочок. Таз и плечи идут одновременно. Достаточно сложно будет делать этот цикл, если я поставлю ногу в пол и здесь буду соединять. Ну, как бы тоже вряд ли оно пойдет. Стопа на стопу, вместе перевернулся. Дальше. Практически невозможно будет сделать этот цикл, если моя голова будет оторвана от пола, я буду смотреть на Андрея. То есть, я со скрепленной спиной, я достаточно слабый. Вот если сейчас Андрей падает, то он просто оказывает мне любезность. Типа, но если тренер показывает технику, значит нужно падать. То есть, раз, я с круглой спиной, у меня не работает. Еще раз движение. Дерево вверху, все взял. Фу. Держу его руки до последнего. Разворачиваюсь в не кат позишн. Ну, если вы любите. Андрей любит еще. Вот заразу, не любит. Если не пошел джонуэн, Андрей устоял по какой-то старопричине, либо у меня колени взвернулись, а грудь нет. Оставляя весь этот контроль у рукавов, я разворачиваюсь на вачок и движение как в обычном силе цвиты. Верхняя нога толкает от меня, нижняя нога не дает Андрею сделать шаг и удержать баланс. Фу. Суть та же. Особенно это работает, если Андрей там копал санночка такой, что он держит. Проход гарда. Два плюс три равно. Напишите в коме. Как я уже говорил, я сторонник того, чтобы базово, изучая каждый гард, давать ученику атаки в четырех направлениях. В моем случае это право-влево, через себя и от себя. Мы рассмотрели сейчас атаку в одну сторону. Это получается влево от меня. Да, Андрей? Спасибо. Спасибо тебе. Рассмотрим варианты атаки в... Какая сторона? В право. В право, да? Мы работаем здесь с Андреем. Я контролирую руку. Перехватился. Хочу убрать его от ручки. И теперь здесь очень часто штука работает у Андрея, например. Когда он хватает здесь коленочку, а ногой делает такой сизор. То есть, такой свит на дурачка. У нас в схеме он проходил как свит на дурачка. Вот мы боремся. Пум-пум. Движение, как в ножницах, только. Только здесь работают не две ноги, а одна нога. Одна нога толкает, а вторая рука латирует. Собственно, это все, что вам нужно знать о джунжице. Почему я меняю захват? Если я это буду делать вот так... Сейчас. Андрей вряд ли упадет, у него есть опора. Мне нужно убрать эту опору. Причем тоже сделать это достаточно ненавязчиво. Оп, просто поменял захват, продолжаю здесь бороться. Пусть он там что-то делает это рукой. Да. Next variation. С того же захвата у меня не пошел вот эта вот свитная дурачка. Андрей не падает. Я стою на свое плечо, поднимаю таз, спихаюсь в Андрея колено. Пум. Прям натягиваю его на себя. Теперь я опускаюсь вниз, подтягиваю руку, насаживаю Андрея как бы на свое колено, уводя эту руку в пол, кладу его на его плечо, придерживаю ножку, да. Его центр тяжести у меня где-то в районе груди. И теперь я делаю кувырок через свое левое плечо со стороны захваченной его руки. Пум. Барба, барба. Андрей не упал. Натяну его на себя. Скорее всего он даст реакцию на меня, да. Он не хочет падать туда. Здесь я пользуюсь уже натягиваю его. Он прям лежит у меня на коленях. Руку я убираю как будто бы себе в карман. Немножко вкладываю его на плечико и сам поворачиваюсь через свое вот это вот левое плечо. Пум. Мы уже передвинулись. Дальше. Я продолжаю держать его штанину, оттягиваю его от себя. Прям вот оттягиваю. Максимально выпрямляю руку как фрейм. То есть здесь мне будет сложно его держать. Рука согнута. Здесь легко. Рука прямая. Давай делаем то же самое. Да. Я не хочу, чтобы он соединил свои коленки. Чтобы мы опять застряли в хавгарде и так далее. Натянул. Оттягиваю его ногу от себя. Вторая нога. Вернее нога. Да, вторая его нога контролируется моим крючком верхней ноги и коленом под его бедро. Ему очень сложно здесь соединить свои ноги. У меня есть. Закрыт хавгар сложно. Дальше. Отсюда я не буду выносить вот так ногу. Какая-то красиво выглядит, но может не получиться. Эть. А давай красиво, Андрей, расслабься. Так, вот так. Красиво. Превосходно. Но так не получится. Поэтому я подкладываю свое бедро от бедра Андрея. Выпрямляю свою ножку. Прямо просто выпрямляю. И теперь она легко обходит ногу Андрея. Вратите внимание, что я сейчас еще держу его бедро, сжимаю колени. Убираю ножку. Оттолкну 8-долк. И у меня заняло на лице сайт-контракт. Читала на фейт-эндролу Гёрз, что у БЖЖ есть психотерапевтический эффект, Какой-то социальный, психотерапевтический эффект. Вот сейчас смотрю на тебя, по-моему, у тебя нет такого. Наоборот. Да. Этим врать не будут. Еще одна версия. С випа влево. Но на этот раз я буду работать вот с этой рукой. Я держу Андрея здесь. Все то же самое начало сценарием. Мы боремся против Андерфуков, да. В какой-то момент я делаю чес-эскейп. Немножко, может быть, оттолкнул его шилдом. Беру вот этот захват за его вторую руку. И здесь я уже передаю ее во вторую руку. Раз, раз. Это может быть раз, раз. Такой Тлон-Ван грипп. Теперь убираю свою ногу. И сам заезжаю под Андрея. Я упираю его руку прямо ему в линию пояса. Заехал под Андрея, немножко протянул его. Теперь я его могу нежно обнять. Натягиваю немножко на себя. И теперь подъезжаю своим тазом под него. Ставлю обе свои ноги в пол. После чего продолжаю движение. Таз, 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 таз. А оказался сверху. Раз. Важная деталь выражается ног. Я никогда не убираю отсюда вот этот крючок. Пункт. Вторая нога не становится очень далеко. Она становится максимально близко к его ноге. Вот такое движение. Волшебство. Напоминаю, что я всегда буду сохранять вот этот крючок, который будет держать нашу Пандрея. Я лежу в позиции не шил. Теперь я хочу взять андерхук. Частенько люди рекомендуют брать андерхук вот так. Мне сложно. Я подсмотрел у Адама Боржински в свое время. Нырнул сюда. И пошло плечо. Лопоть. То есть вот в Butterfly Guardian это очень здорово объяснял. Раз. Я к нему близко. Я стою на локте. Мой локоть уже ушел к Андрею под ручку. И теперь я хочу не силой сбрасывать его, а подъехать под него еще глубже. Пункт. Так, чтобы оказаться у него под животом. Сломать ему здесь меня достаточно сложно. Я стою на локте. Да, я контролирую здесь все. Теперь работа моей травмированной ноги. Я подверху сюда, даю Андрею пенка. Пункт. И как в тиске зажимаю его ногу. Отсюда вымываю аккуратненько. Оставляю крючок. Схватил где-то его за ручку. Отставляю ногу, чтобы образовать пространство, где я буду кладить класть сзади Андрея. Пункт. И выпрямляю свою нижнюю ногу. Отсюда уже там забираю бэк-тэй. Раз. Нырнул. Нырнул еще внизу. Пинок. Аккуратненько вылез отсюда. Это может быть отворот. Это может быть просто крепкая обнимашка. Рука. Я буду убирать эту опору. Это может быть локоть. Это может быть запястье. Отставим ножку. Как бы полу-бэк-тэйк. Если Андрей мешает мне здесь ногой. Отодвинул. Забрал спину. Все то же самое возможно и с более классическим вариантом бэк-тэйка. Когда мы здесь. Нырнул. Свалил. Теперь встал на колено. Обнял Андрея к ремням безопасности. Пум. Да, мне, наверное, пришелся. Сминут. Пум. И теперь моя грудь идет к друзьям Андрея. Моя дальняя нога делает бэк-тэйк. Пум. Варианты, которые мы рассматривали достаточно бегом. Отсюда мы переходили в позицию док-файт. Да. Андрей меня контролирует оверхуком. Мой underhook. Прекрасно. Моя задача. Раскрыть его. Вот эту ножку. Вторую ногу. Выдти. Стойку на колени. Мы стоим прямо друг к другу. Он на меня давит. Я на него. Да. Вот такие два диута. Вот. И отсюда я могу точно так же либо пытаться выйти за спину, либо, если он на меня сильно давит, я ныряю под его ногу. Раз. Могу. Не могу. Нырнул. Пум. Открыл. Раскрыл. Могу отсюда нырять уже под Андрея. Просто глубоко между его ног вот этой рукой, на которой я опираюсь. Если Андрей на меня давит, он упадет. И версия, которая куда более простая. Пум. Раскрыл его ножку. Убрал. Встал в докфайт. И толкаю Андрея от себя. Прямо поддавив плечом и головой. Заблокировав его ножку. Пум. Итак, еще одна дополнительная старшеская ленивая говнотехника. На случай, если Андрей решит проходить меня легвилом. Вот так. Оп. Да. Ну, прекрасно. Даже если он здесь меня взял за отворот, моя задача взять вот эту ручку, прихватить ее вот здесь. И теперь сделал чест-эскейп. Натянув его руку, встаю на локоть. Подтягиваю Андрея. Теперь я хочу... Стой, стой, стой. Нормально. Теперь я хочу поднять свой таз и положить его на пару сантиметров назад от себя. взять вот здесь его руку и отъехать чест-эскейпом. Напоминаю, что чест-эскейп – это когда мой таз остается на месте, а груз отъезжает. Приподнял таз, пересел в эту сторону. Дальше как вам, дольше нравится. Если он мне хватает за штанину, та же самая история, вот здесь, мне нужно будет, ну, миг поднял, возможно, поглубже, чтобы взяться за руку именно с той стороны, с нижней стороны ребра ладони. И сделал все то же самое. Сейчас эскейп. Поднять таз и положить его вот сюда. Заставил его сдаться, прыснув ему в лицо свою энергию цель. Самое главное, что вы должны уметь из хавгарда, если вы не имеете из него ничего, это восстановить свой любимый другой гард. Реагируя на любые движения своего партнера, да, может быть, оттолкнув его, может быть, оттолкнув его вот таким вот образом, вытащить свою ногу и играйте то, что вам больше нравится. Посмотрев эту напоминалку, вы теперь можете понять, что даже если вы пропустили эти последние две недели, вы не пропустили ничего интересного. То есть, в принципе, можно купить абонемент и смотреть напоминалки. Поэтому нужно сначала начать снимать превью, наоборот, смотришь тему говно и не ходишь. Подписывайтесь на нашу онлайн-школу, покупайте франшизу. И плюшевые собаки. Или Жукова. Если вам не с кем отрабатывать и вы находитесь в Москве, вы можете взять Андрея на персоналку, но не в качестве тренера, потому что тренер у вас есть онлайн, а в качестве партнера для отработки. Андрей Жуков, ваш надежный партнер. Дорого. Андрей Жуков, попробуй и узнаешь сам. И у тренера сейчас так на камеру увеличивается нога.